Субтитры создавал DimaTorzok Это вообще сделан месседж для детей, это не для взрослых. Я вообще считаю, что такие скульптуры должны появляться в городе и они не должны олицетворять какие-то политические силы или какие-то движения общества. Они должны показывать дух Одессы, его сердечность. Небольшая скульптурная композиция появилась в горсаду при поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова и Всемирного клуба одесситов. Конечно, восторг. Мой восторг. Как ты это придумал? Как ты мог это придумать настолько красиво и душевно? По-одесски очень душевно. Поэтому я, конечно же, поддержал все, чем могу. Все это за кадром. Но, тем не менее, я сегодня рад, что общая наша работа, общий такой совместный труд выразился все-таки в реализации его проекта и его мечты. Одесское время установили на месте дерево, которое упало во время урагана несколько лет назад. Одесситы уже успели оценить новую достопримечательность. Тогда, когда не стало дуба, это была трагедия для города, для этого места. Потому что, в общем-то, этот дуб был. Мы все к нему ходили. Мы возле него занимались, читали, отдыхали. И эти хилые деревья, видимо, недаром не хотели расти здесь, вот в этой клумбе. Потому что они ждали, чтобы пришел этот памятник. Веселый, нарядный. Как раз для этого хорошего такого места и отдыха. Автор скульптуры надеется, что горожане полюбят одесское время так же, как и знаменитый стул на Дерибасовской. Анастасия Твердохлеб, Евгений Руденко, Первый городской.